Десять часов столицы, вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Доброе утро. Пример министра Казахстана провел в Ташкенте встречу с президентом Узбекистана. Алихан Смаилов отметил, что взаимодействие двух стран является ярким примером стратегического партнерства. В частности, на особом контроле у правительств находится реализация договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров на высшем уровне. Премьер-министр также рассказал об итогах состоявшегося 20-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, где подробно обсуждались взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, экологии и транзитно-транспортной сфере. Стороны договорились расширять взаимную торговлю и обсудили запуск новых инвестиционных проектов. Отдельно Алихан Смаилов и Шавкат Мерзиёев отметили важность строительства на казахстанской-узбекистанской границе Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», который позволит еще эффективнее развивать сотрудничество двух стран. Отрадно, что промышленная кооперация у нас очень хорошая динамика. Уже реализовано 10 совместных кооперационных проектов. В нашем портфеле в реализации находится еще 46 проектов на 2,2 миллиарда долларов. Узбекистан – это наш стратегический партнер. В регионе на Казахстан и Узбекистан приходится 80% всего товарооборота «Центральной Азии». По прошлому году товарооборот между нашими странами вырос на 30% и составил 5 миллиардов долларов. То есть мы достигли той планки, которую ранее мы перед собой ставили. Сейчас лидеры наших государств ставят новую планку – 10 миллиардов долларов. И я уверен, что мы эту цель можем достигнуть. Больше 11 миллиардов тенге выделили на ремонт и содержание республиканских трасс в Северо-Казахстанской области. Обновить дорожное полотно планируют на 8 участках, в том числе по направлению Петропавловск-Жесказган. Там довольно активное движение автотранспорта, но состояние асфальтобетонного покрытия вызывает у водителей нарекания. Наш собственный корреспондент в регионе продолжит. По плохой дороге далеко не уедешь, гласит народная мудрость. А дороги в Северном Казахстане не такие уж и плохие, считают местные чиновники. По территории региона проходят 1970 километров республиканских трасс. И всего 19% из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому ремонтировать в этом году планируют наиболее проблемные участки. В текущем году у нас выделено на нашу область 11 миллиардов тенге. Из них 4,2 миллиарда это будет средним ремонтом, охваченность 102 километра дорог. В рамках содержания в текущем году в производственном плане заложен ямочный ремонт, также выравнивающие слои. Как можно больше таких выравнивающих слоев требует трасса Жесказган-Петропавловск. Эта дорога соединяет сразу пять районов. Трудно сказать, здесь ли самый проблемный участок из тех проблемных 19%. Но отрезок полотна возле села Байтирек сложно назвать дорожным. Здесь столько ям, что объезжать их приходится даже по встречной полосе. Одними заплатками тут не обойтись, говорят водители. Вот от элитного Байтирека и до Бишкуля. Самый, наверное, плохой участок. И вот что тянут, я не знаю, что не ремонтируют. Здесь вообще максимальная скорость 50-60. Смысла не вижу лишний раз гнать по этой трассе, потому что все это потом приводит к затратам финансовым. Однако полностью менять асфальт здесь пока не планируют. Основные работы проводят дальше по трассе возле города Сергеевки. Там в этом году отремонтируют 51 километр дорожного полотна. Следующим этапом охватят и другие участки, заверили специалисты. Нургуль Ахметова, Коныш Казбеков, Северо-Казахстанская область, Хабар, 24. Дефицит кадров. Дефицит кадровый лаборант в эту отрасль пришел всего несколько месяцев назад. Сейчас молодой специалист на самых ответственных строительных участках. Интерес к этой профессии появился еще в школе, на встрече с дорожными строителями. Нужно было сделать правильный выбор, и я его сделал. Ни разу не пожалел. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и зарплата достойная. В мировом рейтинге по протяженности дорог Казахстан занимает 32 место. По их качеству 93-е. Одна из причин – нехватка квалифицированных кадров. Спрос на них большой. К примеру, в Казлардинской области для строительства только одной трассы Казларда-Жизгазган сейчас не хватает порядка 20 специалистов. На каждом участке должны быть как минимум два дорожных мастера, три геодезиста и опытные лаборанты. В данный момент у нас пустуют две вакансии лаборантов. Опытных специалистов дорожной компании сейчас вынуждены приглашать из-за рубежа. Частенько к работам привлекают и вышедших на пенсию сотрудников. Чтобы восполнить дефицит кадров, в учебных заведениях региона, школах, колледжах и вузах проводятся профориентационные мероприятия. Главная наша цель – привлечь молодежь в дорожную отрасль. Результаты есть. В местном агротехническом колледже появилась кафедра дорожного строительства и ремонта. По специальности сегодня получают знания уже 25 студентов. Соответствующие соглашения достигнуты и с местным вузом. Мы заключили договор с дорожными компаниями, в рамках которого в этом году предоставим им 10 выпускников для прохождения производственной практики на предприятиях сферы с дальнейшим трудоустройством. А в следующем году мы намерены открыть новую специальность проектирования дорожного строительства. Протяженность автомобильных дорог региона – 3420 километров. Ежегодно в этой сфере реализуют десятки проектов. Поэтому спрос на дорожных строителей будет только расти. Райхан Тажибаева, Ахан Алиев, Айтмухамед Байдулдаев, Казларда, Хабар-24. По 2 миллиона тенге получили ветераны Великой Отечественной войны в Павлодарской области. Приближающийся День Победы в регионе встречают всего 12 фронтовиков. Двоим из них уже больше 100 лет. В честь майского праздника по 30 тысяч тенге выплатили всем ветеранам тыла. Их в области проживает свыше 4 тысяч человек. Вместе с этим такую же материальную поддержку получили участники ликвидации Чернобыльской катастрофы, ветераны-афганцы и воины-интернационалисты, служившие на таджикско-афганской границе. В текущем году всеми видами материальной помощи, единовременной материальной помощи к памятным и праздничным датам, приуроченных 1 мая, 7 мая и 9 мая, будет охвачено более 6 тысяч человек. На сегодня эти выплаты практически все полностью перечислены. Сумма выплат составляет от 30 тысяч тенге до 2 миллионов тенге. День открытых дверей провели в войсковой части номер 30-238 в октябре. Больше сотни школьников ознакомились с бытом солдат и выставкой оружия и военной техники, которая находится на вооружении казахстанской армии. Школьники увидели, как проходит строевая подготовка. По словам военных, такие мероприятия морально готовят молодежь к службе в армии и повышают статус защитника Отечества. Подобные акции провели и в воинской части номер 66-55. Я тоже, как мой дед и отец, в 18 лет пойду в армию. Служба в армии – это долг каждого мужчины. Мы должны быть защитниками нашей Родины. Мне очень понравилась экскурсия. Я посмотрел и подержал в руках разное оружие. К событиям в мире. Сегодня состоится официальная коронация Чарльза III. Напомню, в сентябре 2022 года скончалась королева Елизавета II в возрасте 96 лет, после чего на британский престол взошел ее сын принц Уэльски. Совет престола и наследия провозгласил его королем. Кто-то относится к монархии с позитивом, кто-то с негативом. Тем не менее, увидеть это историческое событие, текущую коронацию, хотят практически все, даже гости из-за рубежа. Подробнее в материале Вероники Бояровой. Великобритания готова к историческому событию. Запланировано трехдневное празднование, включая уличные гуляния и грандиозное шествие. Начнется торжество в 11 утра по местному времени. В Астане будет уже 4 часа дня. Смотровые площадки откроются еще раньше. Чарльз III будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камилой. Сын Елизаветы II станет сороковым коронованным правящим монархом. Соблюдены тысячелетние традиции. Старт из Букингемского дворца, завершится шествие в Вестминстерском аббатстве. Нарушение традиции чета проследует туда, в государственной карете бриллиантового юбилея, а не в более старой и в менее удобной золотой. Только мы, британцы, сохраняем всю эту пышность, великолепие, помпезность. Но это то, как монарзия закрепилась в воображении людей. Коронация – неотъемлемая часть истории, если в стране до сих пор существует такая форма правления. При этом, как показывают последние опросы населения, все больше людей хотят отойти от традиций и увидеть место короля на престоле президента во главе страны. По плану, во время коронационных торжеств, кортеж Чарльза III должен проследовать мимо памятника Карлу I, которого революционеры казнили еще в 17 веке. И вот теперь это место выбрали для акции протеста. Нас здесь будет не меньше тысячи человек, возможно, больше, с множеством желтых плакатов, большим количеством больших флагов и большим шумом. И мы будем скандировать лозунг «Это не мой король». Также будут выступления, возможно, немного музыки. И мы постараемся сохранить атмосферу легкой. Но наша цель – сделать так, чтобы это невозможно было игнорировать. Немало людей считают, что сейчас не самое удачное время для пышных церемоний из-за экономического кризиса. И действительно, по предварительным подсчетам организаторов, на торжество потратят около 113 миллионов евро. Это почти вдвое больше, чем во время коронации покойной Елизаветы II. При этом есть мнение, что расходы будут еще больше. Значительная часть денег пойдет на обеспечение безопасности. Возможно, все эти затраты окупятся с лихвой. Ведь церемонию будут транслировать за рубежом. И телеканалы покупают права на стриминг. Кроме того, в Соединенное Королевство сейчас активно едут туристы, чтобы стать свидетелями исторического события. Все-таки такого в Британии не было 70 лет. «Мы всегда были большими фанатами королевской семьи. Это уникально, это большое событие. Я была здесь и во время королевских юбилеев». «Это воспоминания на всю жизнь. Ради этого стоило приехать». Прибывают, кстати, не только туристы, но и королевские особы из других стран. В Лондоне, например, уже приземлился кортеж с японской императорской семьей. Вероника Боярова, Хабар, 24. Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава ВОЗ Тедрос Атханум Геврейсус. По его данным, из-за коронавируса во всем мире умерли по меньшей мере 20 миллионов человек. А победить пандемию помогли врачи, меры правительства и люди, решившиеся наличные жертвы ради общественной безопасности. Напомню, в декабре 2019 года в китайском городе Ухане зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. А уже 11 марта – пандемией. В Великобритании закрыли для посещения остров Фарн из-за вспышки птичьего гриппа. Там гнездятся колонии исчезающих видов морских птиц, среди которых наиболее многочисленны тупики, полярная крачка, кайры и гайги. Птицы привлекают туристов со всего мира. Национальный фонд, который является хранителем острова Фарн, не хочет допустить повторения вспышки птичьего гриппа, унесшего в жизни не менее 6 тысяч птиц в прошлом году. Местными службами уже зафиксировано несколько случаев заражения. Уточняется, что людям можно наблюдать за птицами во время прогулок на туристических лодках, но высаживаться на берег не разрешается. Отмечу, что на острове Фарн гнездятся свыше 200 тысяч редких морских птиц. Американские ученые выяснили, что изменение климата, в частности глобальное потепление, может усиливать аллергию. По словам профессора биологии университета Индианы Джен Лау, доказано, что изменение климата влияет не только на сроки цветения растений, но и количество самих цветов. Новые данные со станции подсчета пыльцы по всей Северной Америке показывают, что сезон аллергии в этом году наступил намного раньше. Кроме того, с наступлением глобального потепления, особенно сильные аллергены, такие как амброзия, производят гораздо больше пыльцы. По словам ученого, сезон аллергии с каждым годом будет наступать все раньше. Также возможно, что продолжительность сезона аллергии будет увеличиваться. Отмечу, за последние 30 лет он уже увеличился примерно на 15-25 дней. По данным Всемирного экономического форума, к 2027 году в мире могут исчезнуть 14 миллионов рабочих мест. Большую часть из них освободят из-за искусственного интеллекта. Новая технология может заменить человеческий труд и отдельные профессии. Новейшая угроза стала причиной забастовки сценаристов Голливуда, которые боятся, что им на смену придут роботы. Однако это не единственная сфера деятельности, которая находится под угрозой. Ранее президент США Джо Байден встретился с руководителями крупнейших компаний, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта. Он призвал их развивать эти технологии с соблюдением моральных и этических норм. Ежегодная световая арт-инсталляция проходит в итальянском городе Брексинне. В этом году тематикой выставки стала окружающая среда. На ней представили около 50 завораживающих работ. Они украсили маленький живописный город в Альпийской долине. Некоторые работы затрагивали проблему глобального потепления. Световое шоу сопровождалось и звуковыми эффектами. Арт-инсталляция здесь проходит пятый год подряд. И на этом пока все. Я желаю вам хороших выходных. До встречи.